Заход на Курскую землю для противников, в принципе, это как последний удар по крышке гроба. Поэтому нам осталось просто этот гроб спустить и засыпать землей. По факту подразделение «Арбат» работает с самого начала вторжения на Курскую область. Да, действительно, так и есть. Уже 8 августа мы уже были здесь. Так как мы не регулярная армия, нам для того, чтобы собраться и приехать, нужно намного меньше времени. И, грубо говоря, для согласования достаточно одного приказа – марш на Курск, для того, чтобы остановить противника. Решение было принято в течение доли секунд. Сказал, да, конечно, мой батальон в полном объеме прибудет на Курскую землю. С чем столкнулись, в первую очередь, прибывшие уже непосредственно на ЛДС? Бойцы батальона «Арбат», бойцы дикой дивизии Донбасса, то есть там «Пятнашка», «Сарматы», «Архангел». Все, кто входит в дикую дивизию Донбасса, мы уже на нашем участке фронта, все вместе взяли оборону. И противник, грубо говоря, не ожидал такой, скажем так, быстрой подготовки. То, что ребята быстро приедут и разместятся на этих рубежах. И планы противника были, скажем так, уже подкошены. Противник уже, грубо говоря, нас знает. Знает не по одному населенному пункту, где мы с ними сражались. Дикая дивизия Донбасса была в Авдеевке. Мы потом были, «Арбат» был в Новобахматовке, в Очеретино, под Горловкой неоднократно. Мы отбивали атаки, накаты противника. Поэтому, то есть противник понимал то, что здесь сейчас находятся не те ребята, которые срочники. А скажи, на что они надеялись? Видно было очень быстрое продвижение, они пытались до какой-то точки достигнуть. У вас же были пленные, вы с ними общались? Конечно. Ну, смотрите, пленных не так много по одной простой причине. Потому что мы привыкли выполнять приказы, а приказ был такой, что, скажем так, такую нечисть брать в плен не имеет смысла. Обменного фонда у нас, в принципе, достаточно. Что касается их плана, ну, это мои предположения. То, что у них цель была это занять Курчатовскую атомную станцию. Ну, и, возможно, в дальнейшем, чтобы это было неким манипулятором для каких-то переговоров, для возможной обмены на Запорожскую атомную станцию. Было упущение в обороне именно госграницы. И прорвав именно госграницу, далее они продвигались, не встречая сопротивления. Поэтому они столько и прошли. Потому что, ну, столько населенных пунктов именно взять боями, ну, за два дня, это нереально вообще никак. Даже если в каждом населенном пункте было бы, я не знаю, там, по 10 человек, да, которые с опытом, этот населенный пункт еще надо подойти взять. То есть, поэтому они просто продвинулись по, ну, пустым, грубо говоря, дорогам и воюя с мирным гражданским населением, которые также есть массу доказательств тех же наемников, недолюдей этих, которые заходят там, я не знаю, как поселок называется, не буду врать, но видео это есть именно с их камер на касках, да, с GoPro-шек противника, где они просто обстреливают, грубо говоря, сарай, дом и не зная, кто там находится. То есть, оттуда по ним огонь не вёлся. Но они просто туда стреляют ради веселья. А как оказывается, потом, когда мы уже освобождаем населенные пункты, мы видим погибшие тела мирного населения в тех же там сарайчиках, в подвалах домов. Они как бы, ну, звери, твари, я не знаю, как их назвать. Вы сталкивались с американцами здесь? Нет, ну, конкретно мое подразделение не сталкивалось. То есть, ну, речь иностранную мы слышали, конечно, но кто именно этот был, ну, я совру, если вам скажу, что это были именно непосредственно они. То, что речь была слышна там польская, речь была слышна там французская, речь английская, да, это всё было. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ